В итоге депутаты решили подробнее рассмотреть это предложение на очередном заседании комитета. А за всеми изменениями, которые касаются программы капитального ремонта, внимательно следят жильцы многоквартирных домов, в том числе и муниципальных квартир. И это несмотря на то, что оплачивать ежемесячные взносы должны только собственники помещений. Однако в некоторых случаях суммы на счет регионального оператора поступают и от собственников, и от съемщиков. Почему так получается? Разбиралась Екатерина Зубарева. Сейчас побежит водичка, и она везде будет прямо на нас капать. Трубы протекают, штукатурка сыплется. В таких невыносимых условиях, как сама их называет Ольга Ширшикова, она живет уже седьмой год. После того, как собственное жилье сгорело, она вместе с семьей переехала сюда, в маневренный фонд на Преображенской, 23. Тут вываливается все. Тут все вываливается. Все падает. Дом старый и давно требует ремонта. Причем не только текущего, но и капитального. Кстати, и за тот, и за другой Ольга исправно платит. Когда в феврале прошлого года к основным коммунальным платежкам добавились взносы за капремонт, глава семьи Ширшиковых попытался возмутиться. Ведь платить должны собственники жилья, то есть городская администрация. Но в ЖКО, куда обратились жильцы, разбираться не стали. Ну, муж начальнику точно знает. Он говорит, на каком основании я должен тут платить-то за что, говорит. Вы наши условия-то видели? Вроде живете и платите. Так это даже не наше жилье, а муниципальное. Все-таки все говорят, там, уголовно, наказуемо. Там чуть ли не судебный, а приставы, может, из-за этого не знаем. Платим и все. Похожая ситуация и у семьи Рычковых. Квартира, в которой живет пожилая пара, неприватизирована и принадлежит городу. Но квитанции за капитальный ремонт, так же, как и в предыдущем случае, жильцам приходят. За капитальный ремонт приходят квитанции? Все время. Каждый месяц стабильно. Сколько вы платите за него? 497 рублей. Каждый месяц, да? Каждый месяц. Такого быть не должно, уверяют чиновники. Они за свою собственность платят сами. Причем ежемесячно. С фондом капитального ремонта действует по налаженной схеме. У нас заключен договор. Приложаемым к договору является перечень всех муниципальных жилых и нежилых помещений, где подведена цифра по итогам, по квадратным метрам. И в соответствии с данными договора приходит счет, по которому мы оплачиваем данные деньги на спецсчет регионального оператора. Данных о том, что в какие-то муниципальные квартиры приходят квитанции за капитальный ремонт, в администрацию города не поступало. Заявления жители не писали, соответственно, и проверку никто не проводил. Однако оставлять эти случаи без внимания нельзя, считают в прокуратуре. Такого быть не должно. Это является нарушением действующего законодательства. В данном случае гражданам необходимо при получении такой квитанции обратиться в фонд с соответствующим заявлением и приложить к нему копию договора социального найма. Это и будет основанием для того, чтобы в последующем подобные квитанции не направлялись. Если квитанции за капитальный ремонт продолжат приходить на имя жильцов, тогда уже можно обращаться в прокуратуру. Там подскажут, как написать заявление. И стражи закона проведут проверку. Екатерина Зубарева, Данил Кочкин и Александр Бабков. Бюро новостей Давича.